Век республики. Дагестан масштабно отмечает столетие со дня утверждения нового формата государственного устройства. Акция «Слава врачам» в Дагестане продолжится. Уникальную возможность пройти реабилитацию на берегу моря получат медики с коронавирусной передовой. Количество аварий тревожит. Республиканские госавтоинспекции подвели итоги прошлого года и рассказали о причинах высокой аварийности. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. 20 января исполнилось ровно 100 лет с тех пор, как был принят декрет, утвердивший образование Дагестанской автономной советской социалистической республики в составе Российской Федерации. По всему Дагестану прошли масштабные мероприятия, посвященные этой дате. Поздравил дагестанцев с вековым юбилеем республики и президент России Владимир Путин, отметив историческое наследие региона и доблесть его жителей в борьбе с международным терроризмом. Телеграмма главы государства была опубликована на сайте Кремля. «На протяжении веков Дагестан был домом для многих народов, представителей разных культур. Их богатейшее историческое наследие, обычаи, гостеприимство и добрососедство, любовь к созидательному труду, бережное отношение к семье, к старшим передаются из поколения в поколение», отметил Путин. «Лучшие качества жителей республики, их доблесть и стойкость ярко проявились в ходе борьбы с международным терроризмом, когда вы смело выступили на защиту родного Дагестана и всей России», подчеркивается в послании президента. Сергей Меликов наградил видных деятелей Дагестана в честь юбилея республики. Больше 30 известных дагестанцев, внесших весомый вклад в развитие региона, удостоились медалей и почетных грамот. В их числе представители Совета старейшин, врачи, учителя, руководители религиозных организаций. Среди отмеченных наградами и муфти Дагестана Ахмадов Агди Абдулаев. «Достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность напряжаются. Медалью за доблестный труд Абдулаев Ахмед Магаленович, муфти Республики Дагестан. Сергей Меликов отметил, что дагестанцы искренне гордятся теми земляками, которые послужили процветанию республики. Своими трудовыми и ратными подвигами, созидательными делами прославляли родной край, храняя и приумножая наследие предков. Своим мужеством, упорством и трудом они вписывали славные страницы в историю страны города». Вековой юбилей республики отметили во всех городах и районах Дагестана. Состоялись торжественные собрания и концерты, выступления ансамблей национальных коллективов и известных артистов. Звучали слова поздравлений. Одной из главных площадок праздника стал Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. Здесь прошли масштабные и торжественные мероприятия, в которых приняли участие в Рио главы Дагестана Сергей Меликов и полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайко. «Сегодня Дагестан – это стратегически важная территория России с весомым экономическим и туристическим потенциалом, активно развивающейся социальной сферы. В мире и согласии самой многонациональной республики нашего государства проживает свыше трех миллионов человек, чьим самоотверженным трудом создаются современные успехи региона. От всей души желаю вам благополучия, счастья, добра и новых достижений во благо Республики Дагестан, Северного Кавказа и России в целом. С праздником, дорогие друзья!» А в Русском драматическом театре прошло торжественное собрание – главное официальное мероприятие, посвященное вековому юбилею нашей республики. Столетия со дня провозглашения автономии Дагестана отметили с размахом. В торжественных мероприятиях приняли участие первые лица республики и гости из Москвы. В этот вечер в честь юбилея также прошла официальная церемония гашения маркированного конверта с участием Сергея Меликова. Подробности далее. С этого дня по всей территории Российской Федерации, как посланцы Дагестана, разойдутся специальные конверты с юбилейной символикой. Они посвящены столетию автономии нашего региона. Об этом сообщил директор управления федеральной почтовой связи в республике Махач Магомедов. В церемонии гашения конверта принял участие лично в рио главы Дагестана Сергей Меликов. Сто лет назад были приняты решения, которые воплотились в определении государственности и, самое главное, автономности нашей республики, которая объединила всех проживающих на территории Дагестана в одну большую единую семью. Но, может быть, и эта дата, и та задача, которую мы сегодня ставим перед собой, позволит нам успешно решить те проекты, которые позволят дагестанцам жить лучше. В честь юбилея в зале Русского драматического театра состоялось масштабное мероприятие. Гостям торжественного вечера обратились первые лица республики. Они говорили о достойном прошлом и перспективах Дагестана в будущем. Можем гордиться тем, как Дагестан прошел эти сто лет. Все эти сто лет дагестанцы упорно и честно трудились вместе со всей страной. Вместе со всей страной стали на защиту Отечества. После официальной части состоялся концерт, где продемонстрировали музыкальные театрализованные композиции, посвященные юбилею. Они воспроизвели историческую ретроспективу минувшего века в визуальных образах. Показали исплоченность перед угрозой и общим врагом в тяжелые военные годы. И созидательный коллективный труд разных поколений во благо процветания Родины. Праздничные мероприятия к столетию со дня провозглашения республики проходят повсеместно. Они охватывают все новые сферы. Так накануне прошел фестиваль культуры и традиций народа Дагестана. Состоялся он в Махачкале на территории конно-спортивного клуба «Ватан». Подробнее Карим Данеев. Танцы, песни, народная музыка и традиционное прикладное искусство. Здесь, на территории конного клуба «Ватан» проходит фестиваль культуры и традиций народов Дагестана. Масштабный фестиваль приурочен к столетию со дня провозглашения ДССР. Его задача – привить молодежи любовь к родному краю, сохранить и передать будущим поколениям историческое и культурное наследие нашего народа. У нас на фестивале представлены четыре ремесла – гончарное искусство, художественная обработка дерева, унцикольская насечка по металлу и ювелирное дело. Представлены мастера, они показывают мастер-классы. Кто хочет, любой человек может подойти, потренироваться, посмотреть на изделия, которые принесли наши мастера, приготовленные своими руками. На этом фестивале гости получают мастер-класс по традиционному ремеслу, пробуют национальные блюда и узнают больше о своей истории. Активное участие в мероприятии принимали и дети. Играли на музыкальных инструментах, показывали свои умения в кулинарии, читали стихи на русском и национальных языках. И вдруг услышала, как в недалеке два человека шли и говорили на мне родном, о варском языке. Если честно, я даже представить не могла, что он будет настолько хорошим и прекрасным. А что хорошего именно тебе понравилось? Это место, этот уголок, эта обстановка, все почувствовала, что это и прямо моя родина. Отметим, что организаторами мероприятия выступили школа-интернат для детей-сирот, гуманитарно-педагогический колледж и конно-спортивный комплекс «Ватан». В этот юбилейный для Дагестана год они планируют еще не раз порадовать земляков праздничными мероприятиями. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Прошло празднование столетия со дня образования ДАССР в Махачкале у памятника Махачуда Хадаеву, имя которого носит столица Дагестана. На привокзальной площади собрались махачкалинцы и гости столицы. Отметим, что здесь недавно отреставрировали памятник Дахадаеву, являющийся одним из символов города. И благоустроили прилегающую к нему территорию. В порядок был приведен и постамент, а сам монумент очистили. А также высадили цветы и украсили все вокруг юбилейной символикой. Мэр Махачкалы Салман Дадаев рассказал о личности Махачада Хадаева и его жизненном пути, отметив сочетание в нем высоких идейных качеств, соответствующих характеру и менталитету горца. Глава Унцикульского района Исаан Урмагомедов поблагодарил руководство столицы за проведенную работу и внимание к памятнику и личности Махачада Хадаева. После официальной части участники торжества возложили цветы к подножию монумента. А накануне главных торжеств в историческом парке «Россия. Моя история» открылась мультимедийная выставка к столетию про возглашение автономии Дагестана. В экспозиции представлены более 60 оцифрованных полотен из фондов Музея изобразительных искусств имени Гамзатовой и Национального музея Дагестана имени Тахагоди. Посетила выставку и наша съемочная бригада. Дагестан. Все, что люди мне дали, я по чести с тобой разделю. Я свои ордена и медали на вершине твоей рекламы. Документальная хроника становления республики размещена на сенсорных панелях. Здесь и говорящие исторические фотофакты и оцифрованные картины Николая Лакова, а также биографии известных личностей, стоявших у истоков образования ДССР. В период революционных событий, в период гражданской войны оставили след не только в мировой истории, но и в истории нашего с вами края. Нерчайшим примером промышленного развития является строительство восьмого цеха на морской глади в двух километрах от набережья Каспия. Организаторы выставки отмечают, что она будет интересна и взрослым, и детям, поскольку наглядно демонстрирует, как наш край обрел автономию, получил статус республики и стал писать свою кардинально новую историю. Это событие определило развитие народа республики на новую срочную перспективу и стало мощным для развития промышленности, развития сельского хозяйства, массового строительства, развития массового образования, здравоохранения, социальности, развития культуры, искусства, литературы, спорта. И многие дагестанские имена стали известны по всему миру. Свои творческие работы, одежду с национальными элементами также представили студенты техникума дизайна, экономики и права. Экспозиция продлится до конца месяца в историческом парке «Россия. Моя история». Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». А первый канал порадовал дагестанцев в день юбилея сюрпризом. В честь столетия нашей республики в эфире передачи «Доброе утро» показали сюжет о Дагестане. Миллионы зрителей по всей стране дистанционно познакомились с нашей культурой и красотой горного края. Ведущих впечатлили сказочные виды Дагестана, богатого живописными местами и, конечно же, кавказское гостеприимство. В Дагестане больше 40 национальностей. У каждого народа свой язык, свои национальные костюмы, свои ремесла. «Доброе утро» На сегодняшний день для тех, кому нужна реабилитация, здесь доступны более 20 различных процедур. Кроме того, на основе наработанного опыта руководство центра разрабатывает все новые и новые методики реабилитации после COVID-19. По опыту проведения этой акции, какой человеческий, психологический, медицинский опыт специалисты ваши и вы сам вынесли после этого? Какие выводы сделали и что практически можно будет реализовать в будущем для того, чтобы более эффективно проводить такие мероприятия? В процессе проведения этой акции мы проводили каждые 2-3 дня анализ того, что происходит. И таким образом, что мы на сегодняшний день разработали программу реабилитации больных COVID-19, то есть первые, мы эту программу реализовали. Мы ее разработали и все процедуры, которые включены в эту программу, они основываются на серьезных научных исследованиях. Мы разработали один из первых мероприятий специальную программу лечения после реабилитации, имеется в виду, больных этой болезни. Здесь разработаны уникальные процедуры с использованием упражнений в воде, в морской воде. Очень интересные исследования. За первые недели наступившего года на дорогах республики уже погибло 20 человек. Почти половина аварий происходит из-за столкновения автотранспорта при выезде на встречную полосу. Садятся за руль и водители в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее об итогах деятельности госавтоинспекции, а также о причинах ДТП в сюжете моих коллег. Статистика показывает, что число ДТП снижается. Количество аварий в прошлом году уменьшилось почти на 10%. Тем не менее, отмечают сотрудники ГИБДД, уровень аварийности на дорогах по-прежнему крайне высок. Опасения вызывает категория несовершеннолетних водителей, которые ведут себя на дорогах крайне агрессивно. В случае в Кизлярском районе, когда трое несовершеннолетних на машине решили прокатиться с такой скоростью, что улетели в Кювет и трое погибли на месте. Ребятам было 15, 16, 17 лет. Житель Кизлярского района взял двух попутчиков. Это вообще, на мой взгляд, страшная авария, страшная трагедия сразу для трех семей. Когда человек взял попутчиков по пути, сам остался жив, а двое ребят погибло в его машине от его агрессивного вождения. Почти половина ДТП происходит из-за столкновения транспортных средств. Из них около 20% по вине водителей. Часто участниками аварии становятся и пешеходы. Наезды на пешеходов. 25% ДТП это с участием пешеходов. Просто катастрофическая ситуация с аварийностью. 20 человек уже погибло на дорогах республики. На сегодняшний день 20. За 19 дней. В этом году контроль за пристегнутыми ремнями безопасности будет ужесточен. Коснется это как водителей, так и пассажиров. Кроме того, не останутся без внимания злостные неплательщики штрафов, попавшие в поле зрения ГИБДД. Лориана Шемхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Дербенской центральной городской больнице открылись новые отделения. Так, с прошлого года в медучреждении действует приемное, сердечно-засудистое отделение и операционный блок. Накануне их осмотрели госсекретарь Хизри Абакаров и главы района и города. Подробнее материали наших корреспондентов. Новое приемное отделение соответствует всем современным нормам и требованиям. В нем разделены потоки пациентов на экстренных и плановых. Организованы смотровые кабинеты, травматологические и даже малая операционная для оказания экстренной помощи. Она представляет собой специально подготовленное и стерильное место для выполнения локальных хирургических операций. Здесь операционная достаточно на три стола. Мы можем здесь оперировать разных пациентов. Она оборудована и для травматологов, и для нейрохирургов, и для обычных хирургов. Большая гордость больницы. По словам главврача, новый кабинет для проведения эндоскопического гемостаза. Это операция, выполняемая при помощи специальных инструментов с целью остановки острого кровотечения. В кабинете установлено современное оборудование, которое направил в больницу сенатор Сулейман Керимов. Пока вы не заключили, хотел бы подчеркнуть. Вот то оборудование, которое вы нам поставили во время пандемии, мы его начали успешно использовать, учитывая, что пандемия начала потихонечку отступать. Я надеюсь, мы успешно сейчас используем дорогостоящие оборудования в проведении хирургической операции, в диагностике и так далее. Хочу выразить также благодарность и Сулейману Бусайдовичу, вам лично, вашим друзьям, которых вы привлекали. До 2020 года в больнице не существовало сердечно-сосудистого отделения. В случае необходимости вызывали врачей из Махачкалы, и пациенты теряли драгоценные часы. С появлением нового отделения в Дербенте было проведено уже 200 операций. Здесь создано 30 коек, имеется блок интенсивной терапии с многофункциональными кроватями, приобретен аппарат УЗИ экспертного класса. И пациент, нуждающийся в проведении ультразвуковых методов диагностики, нам не требуется катить либо аппарат сюда, либо везти больного куда-то в другое отделение. У нас есть в штате врач УЗИ, у нас есть аппарат УЗИ, и это все выполняется здесь, на месте. Хизри Абакаров побеседовал с пациентами отделения, которые оказались довольны лечением, уходом за ними и отношением врачей. Также госсекретарь посетил новый операционный блок. Здесь установлено оборудование, большая часть которого была направлена меценатом Сулейманом Керимовым. Уже с декабря тут проводятся высокотехнологичные медицинские операции. Теперь с новыми мощностями врачи еще быстрее и качественнее смогут помогать жителям Дербента. Ларьяна Шимхалаева, Зумруд Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дербент. В преддверии Дня российского студенчества стала доброй традицией знакомить учащихся с работой полиции. Такая возможность у студентов появилась благодаря акции «Студенческий десант», которая проводится МВД с 2013 года. Как прошла встреча ребят с кинологами на этот раз, в сюжете по тематам Ханаповой. У них нет табельного оружия полицейской формы, но это не мешает им быть полноправными стражами порядка. Как из щенка воспитать служебного пса, об этом и многом другом сотрудники кинологической службы рассказали студентам. Это ежегодная акция «Студенческий десант». Нам в гости проходят разные учащиеся. Мы им показываем, объясняем нашу специфику, работаем. Сейчас мы вам на практике покажем, какие у нас собаки, как они применяются и что они находят. Теории к практике, конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Правда, задерживать сегодня никого не надо. Перед служебными собаками стоит другая задача – показать ребятам свои лучшие навыки, приобретенные во время дрессировки. Возможно, после увиденного здесь кто-то решится стать кинологом. Ну, собаки мне и раньше тоже нравились, но если я сейчас попробую углубиться в эту деятельность, и если она мне понравится, я, скорее всего, даже, может, попробую себя в этой деятельности. В конце встречи сотрудники ответили на вопросы студентов о специфике службы подразделения и об условиях приема на работу. Батимат Ханапова, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Общероссийский народный фронт наградил дагестанских журналистов, которые активно помогали освещать проблемы жителей республики в 2020 году. Сотрудники телеканала ННТ также отмечены благодарностью. В числе награжденных – те, кто поднимает важные проблемы в разных сферах нашей жизни. Подробнее в сюжете моих коллег. Они решают то, что не решается годами. Общероссийский народный фронт за год рассмотрела более 2000 заявок от жителей республики. Из них 87% в обращении удовлетворены. Это множество социальных проблем – дороги, школы, освещение улиц и многое другое. Такого результата, говорят представители фронта, им не удалось бы достигнуть без поддержки СМИ. Я хочу сказать, что СМИ были, есть и будут в авангарде всего того, что происходит в мире, в стране, в республике. Поэтому я думаю, что вам всем понятны основные требования сегодняшнего дня. Это все-таки стеревые. Главная задача СМИ, пожалуй, это оперативное и объективное информирование того, что происходит в данном случае на территории республики Агистан. Удалось разрешить и одну из резонансных тем – школьный переполох в селе Бурукутан. Местные жители больше двух лет не могли добиться ввода в эксплуатацию новых современных учебных заведений. Причина – объекты построены на землях отгонного животноводства. Наш телеканал также освещал проблему и активно следил за развитием событий. И вот, наконец, школьникам открыли долгожданные двери. И таких примеров множество. После вмешательства активистов ОНФ удалось добиться выплат врачам, работавших в красной зоне. Получилось ускорить процесс выдачи инвалидных колясок, добиться ремонта улиц и многое другое. Эта грамота будет для меня самая ценная, потому что Общенародный фронт, я считаю, это глаз нашего народа. За поддержку в освещении поднимаемых проблем в региональном исполкоме наградили более 30 журналистов из разных СМИ, в их числе и сотрудники ННТ. Отметим, что наше национальное телевидение тесно сотрудничает с ОНФ. Проблемы, затрагиваемые активистами движения, близки к идеологии нашего канала, введев их в основе чаяния для дистанского народа. Патемат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В Махачкале добровольцы помогают вывозить мусор. Ранее из-за непринятия нового тарифа на вывоз отходов управляющая компания «Лидер» отказалась выполнять свои обязательства. И пока Минприроды Дагестана определяют нового регионального оператора, за чистоту на улицах столицы отвечают муниципальные коммунальщики и волонтеры. О их нелегком труде в нашем следующем сюжете. Вооружившись перчатками и лопатами, волонтеры сразу берутся за дело. Они здесь с раннего утра. Среди добровольцев – тренеры, ученики спортивных школ, представители и руководители молодежных организаций. В день они убирают около 10 таких мусорных гор. В субботниках участвовали всегда. А сейчас в такой ситуации, что уже несколько дней в городе техника не работает. Мы решили поддержать эту акцию и поучаствовать по уборке мусора. В день в разных местах, в разных участках работают наши ребята. У нас где-то около 17 школ в комитете. И у каждого свои точки есть. Технику волонтерам предоставляют коммунальные службы. Кроме того, на помощь отозвались и некоторые предприниматели. Техника есть, но рук не хватает. Из-за того, что эти машины не предназначены для выгрузки мусора из контейнеров и появляется необходимость в волонтерах. Перевернули бак, очистили от мусора. Так как невозможно, они могут справиться с ней. Вот МБУ Махачкала-1, они специально переворачивают баки и оставляют. А у людей возникает вопрос, почему они это делают. Специально переворачивают и оставляют баки, чтобы было легче приехать и забрать на тракторе. Так как вот сейчас проблема была, мы ее перевернули сами, собственно, ручно, да, и вынимали оттуда мусор. Конечно, силами одних добровольцев и коммунальщиков мусорную проблему повсеместно не решить. Но пока новый региональный оператор не определен, подобные действия неравнодушных граждан помогают не довести ситуацию до критической точки. Ситуация, надо отметить, крайне непростая, очень сложная. Но очень важно, что вся спортивная общественность, все директора спортивных организаций, спортивных школ, без исключения, подключились к уборке мусора. И важно, что это не разовая акция, а каждый день в ежедневном режиме наши ребята выходят, убирают мусор. Когда же будет определен новый региональный оператор по вывозу мусора? Пока точного ответа на этот вопрос не дают ответственные структуры. Минприрода Дагестана отмечает на сайте, что держит ситуацию на контроле, и процедура выбора нового регионального оператора будет начата в текущем году. По тематам Анапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Около 140 ложных вызовов поступило с начала года на телефон службы 112. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России. Чаще всего авторами ложных вызовов становятся дети. За такое хулиганство родители, дети которых шутят со службой 112, могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. И к новостям спортивным. Жесткие и бескомпромиссные поединки, сокрушающие удары и волевые победы. В Сочи прошел дебютный турнир бойцовской лиги «Брейв», организованной совместно с лигой «Крепост Селекшн». В одном из главных боев успешную защиту чемпионского пояса провел Эльдар Эльдаров. О том, какие эмоции царили на арене, расскажет Курбан Рагимов. Руки, руки поднимай! Руки выше! Четкое исследование по ставленному плану привело Эльдара Эльдарова к победе. В титульном бою против бразильца Леонардо Мафры чемпион «Брейв» работал вторым номером. Резко сокращал дистанцию и наносил точные удары. К концу первого раунда у соперника рассечена бровь, он не в состоянии продолжить встречу. Этот успех дагестанец, выступающий за бахренский клуб KHK, посвятил своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Когда я в бои смотрел, я настраивался, что он будет физически крепкий. И когда я зашел с ним в захват, я почувствовал его мощь. Поэтому мне вот мой главой эсет сказал, не торопись, поработай с одной ноги. Потому что в обе ноги я почувствовал, что он будет хорошо защищаться и грузить. Я прошел в одну ногу и получилось вроде бы, да. Там уже оттуда и пошел мой вот этот маховый удар, который попал, да. Вот, 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 где-то, как обычно, где-то палец у меня попадает. В этот вечер в Ау-арене в Красной Поляне была заполнена почти под завязку. Зрители увидели 11 поединков. Захватывающие бои шли с самой ранней стадии. С каждым новым боем на трибунах все громче и громче. Помимо Эльдарова в октагон вышли еще шестеро дагестанцев. Пятеро из них смогли порадовать армию болельщиков, прибывших из разных уголков республики. Соглавным событием вечера стал поединок с участием экс-претендента на титул чемпиона UFC Али Багаутинова. В последний раз в ММА 35-летний боец дрался больше года назад. Бой с соотечественником Олегом Личковаха полностью прошел под его диктовку. Для меня важна была эта победа. Хотелось возобновить карьеру. Зависело от того, как я проведу этот бой. Но как хотел, так и провел. Установка тренеров Саадулаева, Юсупа и Дмитрия Сапона была полностью реализована. Поэтому я доволен. Совместный турнир Брейв и Крепость прошел на ура. Россия стала 21-й страной по счету, куда ведущая Ближневосточная лига приехала за последние 4 года. Теперь организаторы планируют проводить в стране по 2 турнира в год. Курбан Рагимов, Магомед Гусейнов, телеканал ННТ, Сочи. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова